Подвижнику. Слово второе. Продолжение. Кто же претерпел Авраам из-за сына законного? Пусть никто не говорит, что он не скорбел и не страдал по-отечески, и пусть не лишает ему самой высшей похвалы, желая сверх меры показать его любомудре. Мы смущаемся и скорбим, а часто и плачем, когда видим, что по площади ведут насмерть людей, уличенных в постыдных делах и долгое время проводившие такую жизнь, и притом незнакомых и никогда не виданных нами. Как же мог, не чувствуя человеческой скорби, тот, кому повелено было сына своего законного, единственного, рожденного сверхчаяния по истечении столь долгого времени и в самой глубокой старости, отчего любовь сильнее воспламеняется, этого сына еще юного закладь собственными руками и принес во всесожжение, что может быть смешнее возражающих против этого. Если бы он был камнем или железом или адамантом, и тогда мог ли он не сокрушаться и не трогаться красотой у сына, который был в самом расцвете лет, разумностью речей и благочестием души его, он спросил отца, вот огонь и дрова, где же аргнец для всесожжения? И услышал, Бог усмотрит себе аргнец для всесожжения, сын мой. Бытие 22.7-22.8 А более ни о чем не спрашивал. Видел, что отец связывает его и не противился. Положен был на дрова и не соскочил. Видел нож, заносимый на него, и не смутился. Что может быть благочестивее этой души? Тоже осмелится еще сказать, что Враам от всего этого не страдал нисколько. Если бы ему предстояло принести в жертву врага и неприятеля, если бы он был зверем, и тогда мог ли он сделать это без скорби? Нет, нет, не приписывает праведнику такой жестокости. Он с этого волоса крушался. Бог, говорил он, усмотрит себе аргнец для всесожжения, сын мой. Видишь ли, какая жалость заключается в этих словах. Однако он удерживал и подавлял скорбь и делал все с такой готовностью, с какой делали бы люди, не встречающие ничего такого, что удерживало бы их. И так принесший сына своего в жертву, ибо он заклал его в своем намерении, он возвращает его матери здравым и невредимым. А она, приняв сына и не успев, довольно радоваться на него оставляет жизнь. И это немало опечалило Авраама. Хотя она жила с ним долгое время, однако это нисколько не помогало ему легче перенещение счастья. Напротив, причиняло тем больше уныния, потому что мы особенно привязываемся к тем, которые долго жили с нами и представили нам много доказательств своей дружбы и добродетели. И что это действительно так доказал сам патриарх своим сетованием и плачем о саре. И что сказать о заботах его относительно сына, жены его и о сводных братьев и всего прочего. Всякий, желающий вникнуть в подробности, это увидит, что жизнь правильника была гораздо бедственнее и было исполнено больших забот, чем как это изображено теперь. Писание сказало только о главнейшем, а все прочее, что обыкновенно бывает каждый день в доме, где множество слуг и муж, и жена, и дети, и забота о многих делах предоставлена нашему соображению. Так скажешь ты, но при всяком из этих огорчений величайшую отраду приносило Аврааму то, что он терпел все это для Бога. Тоже может служить утешением и для тебя. Искушение постигло и тебя не по чему-либо иному попущению, а по Божьему. Если злые демоны без его позволения не осмеливались никогда напасть на свиней, то тем более на твою драгоценную душу. Матфея 8 глава 30 стих. Посему, как Аврааму великую награду доставило то, что он переносил все мужественно и с благодарностью, так тоже доставит награду и тебе. Только бы ты не унивал и не роптал, но за все благодарил человека любивого Бога. Аминь. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова